Всем привет! Добро пожаловать снова в криптовселенную! Сегодня мы поговорим о биткоине и обсудим метрику риска. Если вам нравится наш контент, обязательно подпишитесь на канал, проставьте лайк, колокольчик, не только чтобы нас порадовать, а для того, чтобы новые переводы и стримы не пропустить. А теперь давайте к делу. Уже несколько месяцев прошло после того, как я в последний раз вам тут показывал метрики риска по биткоину. Просто на самом деле не видел смысла повторять одно и то же, потому что цена биткоина была зажата примерно в одном диапазоне, около 7-8 месяцев подряд. Поэтому можно сказать, ничего особенного не происходило. Однако метрика риска, на мой взгляд, это довольно полезная штука для понимания того, что происходит с биткоином. Но опять же идеальных метрик не существует, все модели в какой-то мере ошибочны, но некоторые реально полезны. И эту модель я считаю более полезной, чем многие другие. И если ты инвестор, легко, глядя на то, что происходит, начать покупать на волне жадности и начать продавать на волне страха. А путь к успеху в криптовселенной — это иметь план и придерживаться его, несмотря ни на что. Да? Что бы там ни говорили в новостях, какие бы мысли вам в голову не лезли. Потому что, на мой взгляд, все это не так важно, а важно то, что может случиться с ценой биткоина в конкретный момент. Если иметь оценку такого риска в виде какого-то числового значения, то уже можно принимать какие-то решения. Например, шкала риска у нас будет от 0 до 1. Если он равен 0, или, скажем, близок к 0, например, от 0 до 0,2, то это, скорее всего, хорошая возможность накопления, в каком бы моменте времени вы ни находились. То есть от 0 до 0,2. У нас это будет типа синих точек, то есть мы выделяем диапазон от 0 до 0,2. Это будет означать чаще всего хорошую возможность для накопления, независимо от того, в каком моменте мы находимся. Если мы отдалимся на несколько лет, то увидим, что это возникает где-то в середине цикла после прохождения середины. В этот момент у нас имеются такие уровни, и часто эта фаза идет перед халвингом. И таким образом он предшествует халвингу. Здесь как раз мы эти уровни видим. А в прошлом цикле мы фактически вышли на этот уровень, вошли в эту зону прямо в год халвинга из-за рецессии, вызванной пандемией. Поэтому это вещь такая, никто не знает наверняка, когда это произойдет. Конечно, есть основания, чтобы говорить, ну, это обычно происходит после середины цикла. Однако, как мы видим, все может происходить совсем по-другому. В общем, никто точно не знает, когда показатель риска для биткоина опустится ниже 0,2. Но когда это происходит, это, как правило, хорошее время для накопления биткоина, если вы смотрите на несколько лет вперед. Например, давайте я покажу вам, что было в последнем цикле. Первое, что я сделал, это в первую очередь перевел обратно все мои альткоины в биткоин вот здесь, в первом квартале 2022 года. К тому моменту я смирился с тем фактом, что мы вступаем в медвежий рынок. И я не знал точно, насколько низко мы опустимся. Но я думал, что в конечном итоге биткоин перепишет all-time high раньше, чем большая часть альткоинов. И еще я думал, что доминирование биткоина будет довольно долго подбираться к рубежу в 60%, на котором он находится сегодня. Но, конечно, он в теории может и превысить 60%. Так вот, я не начинал покупать биткоин за USD вплоть до июля 2022 года, когда уровень риска упал ниже 0,2. Я выставил несколько лимитных ордеров, они были исполнены, а затем он снова просел в ноябре, и снова все мои ордера были исполнены. Иногда, когда оглядываешься вот так на все это, то обычно бывают две мысли по поводу всего этого крипторынка. Это либо, почему же я не купил больше, либо, блин, что-то я слишком много купил. И почему же я не купил больше, думаешь, глядя на период, когда риск был от 0 до 0,2. И вот я оглядываюсь назад и вижу, что я как раз-таки там и купил. Я рассказывал об этих закупках на ITC Premium, но все равно смотришь назад и думаешь, да, конечно же, нужно было купить больше. Но, если честно, то это лучше, чем покупать максимумы, а потом оглядываться назад и думать, вот говно, зачем я так много накупил. Что относится как раз к диапазону риска от 0,8 до 1. Поэтому всякий раз, когда по риску биткоин уходит в этот диапазон, лучшим решением бывает удержаться от покупок. Да, но это вовсе не будет означать, что после этого биткоин в итоге не станет расти, что видно по 2013 году, когда мы оказались в диапазоне от 0,8 до 1. Случилось отстывание, а затем снова подъем. Но вы можете вовсе не догадываться, что рынок остывает, а биткоин в тот момент упал на 80% или около того. А может и больше. Однако, когда риск доходит до 0,8, заходит в этот диапазон, то чаще всего в течение следующих, скажем, 6-12 месяцев, биткоин обычно падает где-то на 70, 85, 90%. В ранние годы он падал еще больше, на 90%. Потом вот здесь было 87, а здесь уже 84%, а в последнем цикле это было, по-моему, 77%. Так что дело такое, мы видим, как уменьшается доходность, но вместе с тем уменьшаются и убытки, что вообще-то хорошо. Постепенно снижается волатильность, что, наверное, плохо для тех, кто хочет покупать низкие лаи, но для ходлеров, для тех, кто придерживается DCA стратегии, очевидно, это хорошо, когда твой портфель не падает на 80% каждые 4 года. Поэтому, может быть, было бы неплохо, если бы этого не происходило каждые 4 года. Но в будущем, скорее всего, такие падения еще будут, и поэтому хорошо бы понимать, когда это падение начинается, чтобы успеть перед этим соскочить. Сейчас график риска по биткоину составляет около 0.6, то есть это что-то где-то между, и трудно сказать наверняка, куда он дальше пойдет. Может пойти и туда, и сюда, потому что бывали времена, как, например, в 2019 году, когда на этом графике биткоин доходил только до 0.06. На самом деле, где-то до 0.685, если посмотреть на некоторые дневные фитили. И если посмотреть, куда пошел биткоин в марте этого года, то на самом деле он доходил до диапазона 0.7-0.8. Я помню, что я тогда говорил, что это, скорее всего, будет вершина середины цикла. Я не говорил, что это будет вершина рыночного цикла. Я сказал, именно вершина середины цикла, потому что золото шло наверх, доминирование USDT вышло на линию долгосрочного тренда. И да, ребята, я получил все ваши сообщения, я знаю, что он снова там, пожалуйста, больше не пишите. Я сегодня получил штук 100, и вчера тоже сотню сообщений, я в курсе, больше не надо, окей? Но все идет от этого, да? То есть мы посмотрели на это и сказали, так, риск на 0.7-0.8, золото пробило, доминирование USDT на линии тренда. Скорее всего, это будет вершина середины цикла. Так что не всякий раз, когда биткоин растет, риск доходит до диапазона 0.8-1. Вообще не каждый раз. И вот почему иногда имеет смысл продавать в динамике, когда показатель риска растет. Чего бы большинству людей хотелось, если посмотреть на показатель риска под таким углом, убрав всю цветовую метрику и просто глядя на один показатель, чего многим хотелось бы. И такая стратегия не лишена смысла. Если вы держите достаточно большой временной интервал в уме, так это продавать только тогда, когда биткоин достигает уровня от 0.8 до 1. Все, что происходит между этой вершиной и этой вершиной, совершенно не важно. Просто не важно. Всякий раз, когда происходит подобный скачок, вы ждете, пока показатель риска не вернется к более низкому уровню, и тогда начинаете покупать. То есть вы просто ждете, когда он наконец вернется к этому уровню. И как мы видим, в конце концов это происходит. Но если вы хотите получить выгоду от движений внутри цикла, то да, вы иногда видите такие скачки, когда кажется, что риск может подняться до уровня 0.8.1. Сначала он быстро растет, а затем просто как бы затухает и падает сюда. И поэтому то, что я сделал в 2019 году, я продал немного, когда риск дошел до уровня 0.6-0.7. Немного совсем продал. Наверное, где-то около 1.10 всей моей позиции по биткоину. Ну, может, чуть больше. Точно не помню. Что-то типа того. И я помню, что когда я продавал, у меня была мысль, блин, зачем я это делаю? Потому что, ну, кажется же, что биткоин может вырасти еще выше. Но потом, через 9 месяцев, я почувствовал себя гением, когда биткоин стал торговаться по 38 тысяч. И с этих 10%, которые я продал, я смог потом закупить биткоина в 3-4 раза больше. То есть, просто сидя и ожидая вот этого движения. Но в реальности я, конечно, не ждал 38 тысяч, чтобы начать перераспределять активы. Я начал перераспределять их после того, как показатель риска опустился ниже уровня 0.5. Понимаете? Вот что я, по сути, сделал. И это неплохо так работает. Как видите, типа DCA стратегии ниже уровня риска 0.5. Если у вас более консервативный взгляд, то вы можете выбрать DCA ниже уровня риска 0.4. Если еще более консервативный, то DCA ниже, например, уровня риска 0.2. Или вообще одной большой покупкой. То есть, засаживаете всю котлету, когда уровень ниже 0.2, и забываете, идете, занимаетесь своими обычными делами, а потом откупаетесь, когда уровень риска снова выше 0.8. Если говорить откровенно, то может это и есть лучшая стратегия. Каждый раз, когда показатель риска падает до этих уровней, залетайте всей котлетой и забывайте. Но на деле у многих деньги поступают раз в месяц. Поэтому у вас может просто не быть такой возможности заходить одной покупкой на дне как бы рыночного цикла. И это также не означает, что нужно обязательно сохранять всю позицию на всех этих промежуточных этапах, потому что вы на них и не выкупали. Поэтому может иметь смысл как бы повышать DCA до более высоких уровней риска, например, до 0.4, 0.5. Некоторые DCA до 0.6. Меня часто спрашивают, вот я новичок, у меня сейчас нет позиций в биткоине, а риск уже на высоком уровне. Что мне делать? Мой дежурный ответ на это такой. В любой момент можно начать DCA, даже если у вас нет биткоинов, даже если уровень риска выше, чем вам бы хотелось на данный момент. Со временем DCA для вас все равно заработает как надо в сравнении с тем, если вы вообще не зайдете и не начнете усреднять долларовую стоимость ваших активов. И вот еще что, если вы собираетесь использовать такую стратегию, имеет смысл делать DCA до определенного уровня и определить для себя некую серую зону, в которой вы не покупаете и не продаете. Таким образом, вы не будете разворачиваться туда-сюда каждую пару недель. Это во всех смыслах неудобно, в том числе и относительно отчетности для налоговой. То есть, допустим, вы покупаете биткоин только при уровне риска ниже 0.4, а продаете только выше 0.6, типа того. И пока он находится между этими значениями, вы сидите, не дергаетесь и бьете себя по рукам, пока ждете следующего движения. То, что я понял про биткоин, и вы, вероятно, заметили это, если следили за моими видео на протяжении долгого времени, это то, что я не могу точно предсказать, куда пойдет рынок. Мои самые удачные прогнозы были обычно про оценку альткоинов к биткоину и про то, куда пойдет доминирование биткоина. Как мне кажется, это намного более предсказуемо. Движение альткоинов к USD предсказать гораздо сложнее, потому что они на самом деле больше зависят от биткоина. И даже когда биткоин растет, многие пары альткоинов к USD могут падать. Так что по парам альткоинов к USD, про альту к USD действительно трудно давать прогнозы. Прогноз по альте к биткоину давать намного легче. Часто настоящий альт-сезон, который все так ждут, не начинается, пока биткоин не достигает высоких уровней на графике риска. Это не значит, что альты не могут расти к доллару, это просто значит, что они, скорее всего, просаживаются к биткоину. И поскольку биткоин – это актив менее рисковый, чем другие криптовалюты, имеет смысл просто сидеть в биткоине, пока он не доходит до высоких уровней на этом графике риска. Это не значит, что диверсификация вообще не нужна. Если ты сидишь только в биткоине, это не значит, что ты типа биткоин-максималист, но это не значит, что ты и не биткоин-макси, но это просто значит, что ты внимательно следишь за рынком, а рынок говорит тебе «сиди в биткоине, пока не увидишь определенный сигнал». И таким сигналом может быть просто определенный показатель риска. Я много здесь говорю о переходе от количественного ужесточения к количественному смягчению, и это тоже может сыграть свою роль. Но вообще на рынок много что влияет. Для меня, а я говорю об этом каждый день, и о всякого рода спекуляциях, и о том, что, как мне кажется, может произойти. Например, в марте я говорил, что, на мой взгляд, на рынке может быть затишье на следующие 6-9 месяцев, и что ничего особенного не будет происходить. Но это все просто разного рода спекуляции на тему. Но я не продаю эти идеи, потому что я понимаю, что могу ошибаться. И я не готов рисковать своим портфелем, основываясь только на каких-то своих догадках и, так или иначе, спекуляциях, глядя на эти графики. Мне бы хотелось основываться на чем-то более конкретном, на каких-то цифрах, без эмоций. И это как раз то, что, по-моему, дает этот график показателя риска. Поэтому все это есть у нас на сайте itc.com. Если хотите, подписывайтесь на ITC Premium. Но, повторяюсь, и я говорю это не просто так, говорю совершенно серьезно, на ITC есть и бесплатная подписка. Конкретно этой метрики там может и не быть, но есть много чего другого. Вообще, есть много разных метрик риска, которые вы можете использовать. Не обязательно использовать именно эту. Такую аппроксимацию несложно сделать самому. Поэтому я бы посоветовал поискать что-нибудь подобное самостоятельно. Не обязательно прям такую же. Я просто пользуюсь именно вот этой. Но она тоже не идеальная. Совсем не идеальная. Просто я пользуюсь такой. Кроме того, она на самом деле предназначена только для больших портфелей, если говорить открыто. Потому что, если сумма подписки съедает значительную часть того, что вы получаете от DCA, то вам, вероятно, будет лучше просто DCA-ить и забить на эти графики. Так что, вот такой мой взгляд на то, как принимать решения по биткоину в долгосрок. Это просто то, чем я пользуюсь. Это не идеальный инструмент, но он довольно неплохо работает. В прошлом цикле я купил здесь, а потом продал около одной десятой здесь, потом снова купил здесь. И, как видите, я по-настоящему зашел в марте 2020 года. Вот этого падения я вообще не ожидал. Там было так, что я пошел спать. Биткоин был 7 или 8 тысяч, а когда я проснулся, он был уже около 3800. Я подумал, что за фигня? Я реально подумал, что у меня что-то не то с приложением, в котором я цену отслеживал. Типа, это же невозможно. Ну, то есть, биткоин был 8 тысяч долларов, когда я пошел спать. Какого фига он сейчас 4 тысячи долларов? Не может такого быть. Но в этом и заключается прелесть таких инструментов. Вам не нужно угадывать, куда пойдет рынок, понимаете? Мне не нужно знать, куда пойдет рынок, чтобы иметь стратегию на этом рынке. Все, что мне нужно знать, это что, когда показатель риска опускается ниже определенного уровня, я покупаю, а когда поднимается выше определенного уровня, я продаю. Поэтому, если он опускается низко, я десею, а если поднимается высоко, я продаю. Вот и все. Вот и все. И в этом году я уже продавал, потому что показатель риска дошел до диапазона 0,7-0,8. Вот я немного и продал, и нисколько не жалею, потому что, как видите, цена биткоина затем упала до 49 тысяч. Неплохо так просел, причем это даже не полностью показывает глубину падения, которое там было, потому что мы тут видим только дневное закрытие. Так что показатель риска на самом деле уходил намного ниже, 0,45, если посмотреть на этот внутридневной фитиль. Поэтому эта штука из разряда, что лучше иметь план и придерживаться его, чем пытаться угадать, куда пойдет рынок на основе того, что говорят в новостях, куда все сейчас двинет, и тем более моих предположений про это. Потому что я не идеален, я много чего делаю неправильно, и как я говорил раньше, и я действительно так думаю, а не просто говорю, что лучше быть богатым и неправым, чем оказаться правым, но бедным. Лучше я буду делать прогнозы, которые не сбываются, и при этом богатеть, потому что рынок растет больше, чем я думал, чем не иметь позиции, но при этом быть правым. Лучше я буду богатым и неправым, чем правым, но бедным. Есть, как бы это сказать, токсичность в этой среде, в криптовселенной. Есть много разных аналитиков, и они все соревнуются за статус человека, который правее всех в этом вопросе. И когда кто-то ошибается, все разом на него накидываются. То есть начинают шеймить. Например, я недавно записал видос про то, что эфир откатится, но потом этого не случилось. Он вырос, наоборот, вместо этого. Но дело в том, что я-то захеджировался. Я купил немного эфира за несколько недель до роста. И, естественно, я рассказал людям о том, что я купил. Но да, у меня была такая теория. Я думал, что будет откат. Нижняя линия тренд-логарифмической регрессии. Вот это все. Но этого не случилось. Поэтому на меня тут же накинулись. Но это нормально. Это просто часть игры, и ты просто учишься это принимать. Но я просто хочу сказать, что я не против того, чтобы меня сколько угодно шеймили из-за того, что я оказался неправ, покуда я по дороге перестраховался и заработал денег. Так что быть богатым и неправым – это нормально. Это намного лучше. Тут лучше отложить свою гордость в сторону, потому что по итогу-то мы здесь, чтобы заработать денег. Мы здесь не для того, чтобы показать свою правоту. Если хочешь быть правым, иди в аспирантуру там, или куда еще. Я не знаю. Я, кстати, закончил. Пять лет. Так что у меня с этим все нормально. В общем, быть правым – это про другое. Потому что по итогу в этих вопросах никого не волнует, кто там прав, кто не прав. Важно только то, как ты управляешь своим портфелем. Ты вкидываешь все свои деньги в монету, которая падает к биткоину, или ты идешь за королем в восходящем тренде доминирования биткоина. Это не значит, что биткоин не может упасть. Это просто значит, что когда он падает, это обычно хорошая возможность для входа. Понимаете? В этом нет ничего плохого. Я представляю это так. Вот вы идете в магазин, вы видите распродажу, и если что-то из этого вам нравится, то вы с большей вероятностью купите это, пока есть распродажи. Если без скидки, то, может быть, и не купили бы. Но если есть распродажи, то все-таки с большей вероятностью купите. Но в криптовселенной, если что-то продается на распродаже, люди начинают пугаться, реально боятся. Они почему-то начинают загоняться про то, куда идет рынок, и не хотят покупать то, что продается на распродаже. Поэтому я бы так сказал, что метрика риска – это действительно полезная вещь, которая помогает убрать эмоции. Но это не единственный инструмент, которым вы можете пользоваться. Есть много всяких разных других, но это действительно полезная вещь. Единственное, что еще добавлю, несмотря на то, что обычно этот график уходит в диапазон от 0.8 до 1 раз в несколько лет, он не задерживается там надолго. Если посмотреть на эти временные отрезки, помните, в начале этого года мы перешли в диапазон от 0.7 до 0.8. Если вы посмотрите на это время, вы увидите, что в каждом из циклов биткоин проводит только около 2.77% всего времени в диапазоне от 0.7 до 0.8. Это и было еще одной причиной, почему я в марте немного разгрузился. Потому что он не будет находиться много времени в этом диапазоне, прежде чем снова упадет. И еще меньше времени он проведет в диапазоне 0.8-0.9, всего лишь 1.5% во временном соотношении, а от 0.9 до 1 вообще только 0.35% всего времени. Так что если посчитать все дни, когда биткоин был в диапазоне 0.9 и 1, будет ровно 18 дней. 18 дней. Поэтому надо просто держать это в голове. Когда бы это ни случилось, имеет смысл принять меры, потому что это не будет длиться вечно. Теперь я не знаю, когда в следующий раз биткоин дойдет до диапазона от 0.8 до 1. Я не знаю. То есть это может произойти уже в этом месяце, а может уже в январе или декабре, а может затянуться и до апреля, и есть вероятность, что это вообще случится только через год. Никто на самом деле это не знает. Но это и не важно. Нам это знать вовсе не обязательно. Просто, когда это начинается, ты начинаешь разгружаться, а когда он падает досюда, ты нагружаешься. А что там происходит в промежутке между, не очень-то и важно, и относится уже к тому, насколько ты готов рисковать. Большинство людей в криптовселенной, люди даже более консервативные, будут покупать с риском ниже 0.2, и вероятно продавать выше 0.8. Все, что происходит между, зависит от вашего желания рисковать. И тут нет правильного или неправильного ответа. Просто нет. Бывает, знаете, иногда кто-то начинает, я продал по столько-то. Помню, в предыдущем цикле, некоторые продавали по 40 и 50 тысяч, и получали комментарии типа, ну и дурак, сам себя лишаешь, биткоин будет по 300 тысяч, а ты слил по 50 тысяч. А я вспоминаю, как в прошлом цикле продал часть по 58 тысяч, потому что именно тогда он дошел до диапазона от 0.9 до 1, по 58 тысяч в феврале 2021 года. Потом он немного вырос в марте и в апреле, но всего на несколько тысяч долларов. И каждый раз, когда он рос, меня пинали типа, ха-ха-ха, продал по 58, а сейчас он скакнет на 300. Но потом ты оглядываешься назад и понимаешь, что продать по 58 тысяч, когда апрельский максимум был на уровне 64 тысяч, было не так уж и плохо, потому что через несколько месяцев цена вернулась на 29 тысяч. Так что нет правильного или неправильного ответа. Важно только то, какие риски ты готов выносить. И помните, что в крипте у каждого своя дорога. Это не то, что мы все плывем в одной лодке с одной стратегией. У каждого свой путь. То, что правильно для вас, может быть неправильным для кого-то другого. Иногда, когда читаешь, кто-то пишет, что продал свои биткоины, чтобы выплатить кредит за свой дом или отдать долги, которые у него есть, что-нибудь в таком духе, и думаешь, ну, надеюсь, это они закрывают не тот кредит, который с ипотечной ставкой в 2,5%. Так что эта вещь такая, что является правильным для них, не обязательно будет правильным для тебя. Часто, когда люди так делают, это дает им больше свободы, и у них появляется возможность в будущем вложить в это больше капитала по мере поступления денежных средств. И в этом прелесть криптовселенной в долгосрочной перспективе. Именно в долгую. Так что вот график риска по биткоину. Опять же, текущий показатель около 0,6. То есть прямо сейчас это 0,591. Это все колебания вокруг 0,6, поскольку и цена биткоина колеблется. Но, как говорится, поживем-увидим. Еще раз спасибо вам, ребята, что смотрите видео. Обязательно подпишитесь на канал Криптокоммонс, ставьте лайк, если вам понравился перевод. Это мотивирует делать больше и лучше. Увидимся в следующий раз. Пока.